Ракета, комета на подводных вылет. За 2021 год я побывал в таком количестве новых мест, сколько не посещал за всю жизнь до этого. Это связано, во-первых, с моими целями этого года, а во-вторых, мы до сих пор не вышли с карантина, и эти поездки помогают ощутить продолжающуюся жизнь за окном квартиры. В мае мы съездили в Вологду и Череповец, потом был марафон на 8 дней по городам Кавказа. В июне потрогал воду Северного Ледовитого в Мурманской области, и в том же июне рванули в центральное путешествие на две недели по России. В августе должна была состояться поездка на Сахалин, но в какой-то момент я свернул немного в другую сторону. Дело в том, что из-за этой пандемии я аж с февраля 2020-го не был в Центральной Азии. Тогда мы успели слетать в Бишкек и вернуться прямо перед моментом закрытия границ. В родном Казахстане я вообще не был с сентября 2019-го. В общем, коль уж я могу проехать половину России, решил рискнуть и съездить в Казахстан. С родными повидаться, решить накопившиеся там вопросы. Поездка началась вечером пятницы 13 августа. Мы попрощались с Петербургом и с московского вокзала двинулись в сторону Москвы. Впереди нас ждал целый месяц отсутствия дома. И да, этого срока оказалось достаточно, чтобы, будучи в родном Алматы, понять, что Петербург мне теперь не менее родной. Поехали мы, впрочем, сначала не в Москву, а в Ржев повидаться с родственниками. Будет отдельное видео про Ржев, он занимает в моей биографии отдельное место. Как первый город, который я увидел в России, и чей регион навсегда запечатлился в моем ННН. Из Москвы мы улетали в Бишкек на следующий день после Ржева. Скатался в Шереметьево. Теперь, получается, я был во всех московских аэропортах, кроме Остафьева. Шереметьево монстроидный аэропорт достойно отдельного внимания. В Бишкек летели пять с чем-то часов. Это достаточно выматывающий перелет. Никаких проблем с прохождением границы не возникло. В Кыргызстане принимают российский сертификат о вакцинации, а ограничений на прилет казахстанцев нет. Плюс полет оказался относительно недорогим, в районе 11 тысяч рублей с человека. Что не сказать о рейсе обратно, где за двоих отдали уже 54 тысячи. Сегодня ночью мы прилетели из Москвы в аэропорт Бишкека, выспались, и сейчас в четвертом часу дня идем смотреть город. В Бишкеке пробыл недолго, всего один день, причем тот же самый, в который прилетели. Погулял по центру, по всем знакомым местам. С Бишкеком меня связывают пять лет обучения в университете, я тут был раз сто, потому это тоже, можно сказать, неплохо знакомый мне город. И как, будучи в Кыргызстане, я мог не скататься на Иссыкуль, это было место, куда мы двинули на следующий день после Бишкека. Там была дневная дорога на маршрутке, потом заселение в очень холодный коттедж в Чалпанате, и три дня в окрестностях озера. В эти дни на Иссыкуле температура держалась в районе 16 градусов, плюс-минус. Так что за это время я в воду ни разу не залез, при этом умудрился простыть, как у меня обычно бывает на морях и озерах. Сейчас с половины четвертого дня, мы наконец доехали до Чалпанаты. Чалпаната находится на берегу озера Иссыкуль. Здесь сейчас плюс 16 градусов, по лучшим прогнозам, наверное, потому что некоторые прогнозы погоды пока завуты ниже. Главное событие этих трех дней съездили с экскурсией вокруг Иссыкуля. Посмотрели южный берег, прогулялись в городе Скей-Алатау. Еще заглянули в Каракол, посмотрели несколько главных достопримечательностей. Нормально, в общем, скатались. 20 августа вернулись в Бишкек. Я получил результаты своего ПЦР и уже 21-го двинул на границу с Казахстаном. На границе почти нет людей, почти нет машин. Пока меня не было, переход реконструировали. Совсем с этой стороны все поменялось. Раньше вот туда нужно было идти, там стояли такси, маршрутки. В Казахстане российский сертификат вакцинации не действует, потому теперь мне приходилось делать ПЦР на каждом шагу. Вечером 21 августа я уже был в гостях у родителей. С Казахстаном получилось в целом так себе. С одной стороны, я решил все свои вопросы, а с другой стороны, у меня оставалась неделя отпуска, которую планировал потратить на полет в Туркестан, заглянуть в Шимкент и Нурсултан. Планом было не суждено сбыться. Я на самом деле побоялся из-за обстановки. В Казахстане карантин построже, чем в России. Но все-таки я погулял по Алма-Та. Это все районы, в которых я жил, в которых я работал. Это такая, можно сказать, ностальгическая прогулка. Прогулялся на Кокжаляу. Тот самый, который связан с традицией ходить на Кокжаляу каждый год. Получается, я пропустил традицию только в 2020-м. Сходил на Бутаковку своим любимым маршрутом через Медеу. Съездил на фуникулёре до Толгарского перевала и прогулялся пешком до плотины Манжелка. Там закончился отпуск, а я остался в Алма-Та, работать на удаленке. Это длилось целых две недели, за которые я не так часто, но все-таки находил время погулять по Алма-Та, чтобы посмотреть, как поменялся город и записать себе видосов на память. 8 сентября я поехал в Алматинский аэропорт на выход. К слову, был впервые в Алматинском аэропорту, и он меня, мягко говоря, не впечатлил. Из Алматы улетал в Бишкек, чтобы уже оттуда улететь прямым рейсом в Петербург. Улетал, потому что по земле я из Казахстана мог бы уехать не раньше 30 дней после въезда. Такие правила. Потом было целых три дня в Бишкеке, где я решал уже свои бишкекские вопросики. Например, наконец забрал диплом о высшем образовании. Основную часть времени в Бишкеке я, конечно, работал, потому продолжать обзор города времени не было. А в ближайшую субботу мы, как было запланировано, вылетели в Санкт-Петербург. Странное ощущение было, когда приехали домой. Обычно спустя пару недель отсутствия я как будто заново привыкаю к квартире. Здесь же приехали и как будто никуда до этого не уезжали. На следующий же день жизнь пошла по накатанной стезе. Работа, бытовуха и материалы на целых 27 видео, которые жду своего часа аж с поездки в Уфу, только-только добираясь до всего этого. И знаете что? Вряд ли успею все собрать даже в пределах этого года. Мне что-то не сидится на месте, у меня уже лежат билеты в следующее путешествие. Самого путешествия там будет немного, но что-то мне подсказывает, что мне будет не до видосов. Так, кстати, о деньгах. Одна из причин, почему я полетел в Азию, а не на Сахалин – деньги. Лететь на восток дорого, очень дорого. По результатам этого месячного путешествия в Казахстан могу сказать только то, что в текущей ситуации Сахалин не такое уже дорогое место. Я даже боюсь считать, сколько я потратил на это путешествие. Скажу только, что все, что я зарабатывал в виде зарплаты с апреля осталось в этих путешествиях. Половину весны и все лето я, можно сказать, работал бесплатно. Путешествие – это очень дорогое мероприятие, но пока что я готов жертвовать другими вещами ради этих впечатлений. В общем, по традиции, рекомендую тебе подписаться на меня и дождаться видосов с этого путешествия, они обязательно когда-нибудь будут. Надеюсь, ты понимаешь, что это так себе в целом занятие. На одно видео с учетом работы на фуллтайме у меня уходит до недели работа. Буду благодарен, если поставишь лайки по теми видосами, которые в Кате, ты напишешь комментарии, а лучше сразу несколько. Это помогает продвижению канала, а чем он более раскручен, тем больше денег я получу с рекламы. Денег, которые помогут окупить прошедшие путешествия и организовать новые. О миллионах тут речи не идет, с рекламой сейчас получаю столько денег, что никогда не выйду даже в ноль. Речь примерно о тысяче рублей в месяц. В общем, помни об этом моменте и ставь лайки, это не так сложно.